Значит, я расскажу вам сразу с разбегу три очень классных кейса наших партнеров, которые уже мало того, что путешествуют бесплатно всей семьей, так все и зарабатывают очень неплохие деньги. Кейс номер один, ой, Салтанат Шемарданова, это Казахстан. В Инстаграме можно найти ее профиль, Салтана Дрим. Значит, до прихода в нашу партнерскую программу, то есть она работала в копировальном салоне за 7,5 тысяч рублей, нажимала кнопочку «печать», то есть работает с утра до ночи, абсолютно не видит детей в разводе с непонятными перспективами. После того, как она присоединилась к нашей системе, на сегодняшний день у нее более 30 посещенных стран за два года, доход миллион долларов в год, то есть она у нас долларовый миллионер уже, и она является акционером крупной американской компании, у нее реально есть пакет акций. Кейс номер два, Валерия Лисанен, это Россия, ее профиль в Инстаграме Лера Лисанен, пиарщик из Уфы, то есть на момент прихода в партнерскую сеть, то есть она была в декрете со вторым маленьким ребенком, жили они на пособии 7,5 тысяч рублей, то есть есть кредиты на машины, дома и так далее, и абсолютное нежелание возвращаться в найме и работать на кого-то. После присоединения к нашей партнерской программе, у нее более 20 сегодня посещенных стран, всей семьей доход от партнерской программы около 1 миллиона рублей в год. Следующий кейс – это Наталья Родионова, тоже из России, из Питера, ее Инстаграм – реактив «Мэджик». Наташа была раньше фотографом, фотографировала и делала очень хорошую, красивую обработку в таком историческом стиле, но при этом эта работа не давала ей финансовой стабильности, не было денег даже на то, чтобы оплатить партнерскую программу на момент вступления. На сегодняшний день она профессиональный путешественник, 50 плюс посещенных стран, доход 500 рублей, 500 тысяч рублей в месяц. И расскажу мой кейс, кто еще не видел, может быть, мои какие-то посты в Телеграм-канале или в Инстаграме. Меня зовут Татьяна Грачева, я живу сейчас в Канаде почти три года, до этого я жила в Уфе в России, и два года назад я оказалась в ситуации, когда я поняла, что я окажусь сейчас во втором декрете со вторым ребенком, и мне срочно нужен был какой-то проект, которым бы я могла заниматься с ребенком на руках, и вот чтобы в одной руке ребенок, в другой руке телефон. То есть у меня было очень много знаний, достаточно большой опыт, но при этом не было понимания, как его реализовать и внедрить. На сегодняшний день мой годовой доход 1,6 млн рублей по партнерской программе, из них 400 тысяч рублей – это сумма, на которую я могу путешествовать в год. Какие пять потребностей можно закрыть всего лишь одним этим проектом, и какие потребности свои я закрыла, придя в эту компанию? Первое, что для меня было важно – это географическая свобода. То есть я человек, который не хочет быть привязан к какому-то локационному бизнесу, мне важно иметь возможность много путешествовать, иметь возможность жить в разных местах. Тогда, когда у тебя бизнес связан с телефоном и интернетом, ты можешь это делать абсолютно везде. Данный проект позволяет это делать. У нас 182 страны – участники программ, пожалуйста, развивайся и работай. Финансовая свобода. Меня интересовали действительно большие деньги, возможности, чтобы обеспечить себе на хороший доход. При этом, если мы говорим, допустим, о традиционном предпринимательстве, в Уфе у меня был опыт работы в найме, я 6 лет отработала в консалтинг-компании, у меня был опыт собственного бизнеса, и ни в том, ни в другом случае, к сожалению, ты не являешься таким вот свободным человеком, который может позволить себе уехать на 1-2 месяца из страны, потому что когда у тебя традиционный бизнес, ты всегда должен контролировать процессы, особенно если он в оффлайн-бизнесе. Если ты человек, работаешь с найме, то тем более ты ни на какие 2 месяца уехать не можешь, потому что работодатель не станет ждать, а если будет ждать, то просто не станет платить тебе зарплату. И в этом смысле вот такой вот проект, он как бы удовлетворил эти мои потребности. Третье – это безлимитные путешествия на всю семью. То есть 2 года назад в моменте принятия решения я очень четко поняла, что я на сегодняшний день не могу себе позволить путешествовать столько, сколько мне хочется. Я не могу поехать, ездить по 3-4 раза в год даже туда, куда мне хочется. Я не могу отправлять своих, допустим, родителей в какие-то путешествия. То есть нет просто финансовых на это возможностей. И в данном случае бизнес, связанный с темой путешествий, он как раз обеспечивает тебя вот этими безлимитными путешествиями, так скажем. Я всегда говорю, что заниматься нужно тем, чего ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много, не знаю, вот у меня до этого китайская косметика, я занималась в традиционном бизнесе. А если ты хочешь, чтобы у тебя были коробки с косметикой дома, то есть нужно заниматься косметикой. Если ты хочешь, чтобы у тебя было там, не знаю, коробки стояли нижнего белья, надо заниматься нижним бельем, да. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много путешествий, значит, свою деятельность нужно связаться с путешествием, потому что всегда там, в области чего у тебя бизнес, у тебя этого всегда будет много. Следующий момент – это личностный рост и развитие, потому что, ну, приходя вот в эту новую нишу, да, онлайн-бизнеса, ты так или иначе начинаешь работать над собой, начинаешь разбираться с социальными сетями, с маркетингом, с рекламой, с продвижением, с какими-то там нетворкингом и так далее, и так далее. То есть рост и развитие здесь люди получают колоссальный. И пятое – это окружение. То есть окружение – это такой фактор, который выталкивает тебя к тем результатам, которые ты хочешь. И если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много путешествий, большие доходы, активное, позитивное, интересное окружение, то надо прийти в ту среду, где ты уже есть и сформированный. И эта среда, она тебя выталкивает к твоим результатам.